Продолжение следует... По вот этому погрому в Манеже, Дмитрий Царионов, он же Интел, его пришли поддержать соратники и священники, которые прямо в суде, в коридоре, устроили молебен, вот натуральным образом молебен. Вообще вот это вот всё можно расценивать как некое художественное произведение, какой-то акционизм, просто он такой, с православным уклоном. Может быть, это тоже такой вид искусства? Ну, в принципе, что угодно можно расценивать как акционизм. Сегодня, кстати, в Москве на ВДНХ, а раньше и в некоторых других местах, открылась очередная биеннале современного искусства. Вот там примерно такая же ересь. Вот все вот эти перформенсы, инсталляции и прочая пакость. Я считаю, что это всё очень сильно оскорбляет чувства неверующих вроде меня, и собираюсь по этому поводу и в законодательные органы писать, и в суд подавать, и так далее. Мне это категорически не нравится. А если бы я в это время проходил мимо Тверского суда, это же светское местечко-то, да? Вот я вот знаю, что, скажем, если я не хочу слышать молебен, то храмы мне надо обходить стороной, иначе чувства мои будут оскорблены. А тут вот иду я мимо Тверского суда, а может, у меня там знакомая работает какая-нибудь или ещё общему. Захожу в светское учреждение, а там молебен, понимаете. А как же свобода самовыражения? Это грозит моим чувством. Какая ещё свобода самовыражения? Всему должно быть место. Вот я считаю, что панк молебен в храме Креста Спасителя был абсолютно уместен, потому что это был молебен. И пели они там Богоматери, нет, Богородица Дева Путина, прогони. Ну, молебен как молебен, в общем-то, никаких претензий к этому, по-моему, быть не должно было. Хотя почему-то они были. Священники должны были читать Уголовный кодекс, видимо. Ну, раз суд... Ну, в общем, не место. Определённо не место, тем более в нашем суде, самом гуманном, как известно, суде в мире. Меня оскорбили. Но сам факт того, что Дмитрий Цирионову судят за этот погром в Манеже, это же как-то... Все же говорили, что спустят с рук ему. Псорионова? Цирионова. Нет, ну, нет, какое дело. Пусть даже так. Ну, его судят, я так понимаю, за мелкое хулиганство, и максимум, что его могут присудить, это 15 суток. Ну, 15 суток не наказание. Так он себя после этих 15 суток ещё великомучником объявит. То есть для него это будет только плюс. Вообще, это всё довольно странно. Этот Псорионов, он определённый совершенно фрик. Человек, как бы такой, демонстративно-несистемный, да. И мне казалось, что такого рода людей должны сдавать, и власти их должны сдавать, и уж церковь тем более. Поскольку церковь, он порочит своим нехорошим поведением, таким вот гиперпассионарным и близким к хулиганству. Тем не менее, удивительно то, что его не сдают. То есть это значит, что у него имеются какие-то покровители наверху. А вот это уже совсем непонятно. Я напомню, что это особое мнение Артемия Троицкого. Ещё один суд сегодня начался, важный, и за ним следят не только в России, но и на Украине. Я говорю про суд над Надеждой Савченко. 29 числа она начнёт давать показания. Уже в ноябре может быть вынесен приговор. Надежда Савченко отвергает все обвинения в свой адрес, насрывает их ложью, готова пройти проверку на детекторе лжи. Как вы считаете, уже вот приговор написан, как это принято в российских судах? Есть уже обвинительное исключение? Или будет торг какой-то? Ну, это дело уже серьёзное. И тут не до ёрничания, не до православного акцента. Ну, могу сказать, что, во-первых, Надежда Савченко – это, несомненно, в высшей степени героическая женщина. И, конечно, российским властям и судебным, и кремлёвским, и всем прочим, с Надеждой Савченко крайне не повезло. То есть они думали, что будет какая-нибудь такая вот лёгкая прогулка, да, а напоролись на настоящую Жанну Дарк, такую реальную, героическую, твёрдую дамочку, которая себя ведёт. Ну, то есть это, конечно же, национальная героиня Украины уже, и можно быть уверенным, что пребудет таковую, по крайней мере, до конца 21 века. Во всяком случае, пока будут у них все эти проблемы с москалями, я думаю, что Надежда Савченко будет символом украинского сопротивления. Что касается до детектора лжи и ходу этого процесса и так далее, ну, обвинение в её адрес явно беспочвенное, явно фальшивое, надуманное и так далее. Начиная с того, что, естественно, её похитили на украинской территории, что доказано, силком привезли на российскую территорию, не могла она участвовать ни в каких этих операциях, то есть всё это дело, оно не то, что шито белыми нитками, то есть его просто нет. И существовать оно может только в пространстве российского правосудия. Российское правосудие — это, как известно, суд неправедный. Как там было, люди с письмами и голомами, и суди нас судом неправедным. Вот у нас, собственно, этот суд и имеет место быть, и, разумеется, в соответствии с такими судебными правилами, естественно, приговор уже написан, и какими-нибудь удивительными просто такими взятыми даже не с потолка, а откуда-то там из стратосферы доказательствами её присудят к тому, чему нужно. Ну, а потом уже начнётся, на самом деле, с одной стороны пропагандистская кампания, с другой стороны торг насчёт того, на кого бы её обменять, или на кого, или на что. Ну, в общем, история, конечно, крайне некрасивая, но, как это у нас очень часто бывает, она выйдет боком тем, кто её затеял. Причём, выйдет боком не столько даже из-за того, что дело само все сфабрикованное и фальшивое насквозь, но, в первую очередь, выйдет боком в таком вот именно гуманитарном пиар-распекте, потому что Надежда Савченко — это, конечно, харизматическая личность, и, конечно, вот как в далёкие 70-е годы была вот Анжела Дэйвис, да, такой вот символ борьбы свободолюбивых негров против американского империализма. Вот будет Надежда Савченко, такая же известная всему миру фигура. Да, но только вот внутри Российской Федерации понятно, что дело Надежды Савченко преподносится несколько по-иному, и, как, что называется, для внутреннего употребления образы будет совсем другим. Я думаю, что, в общем-то, до этого уже никому дела нет. В конце концов, территорию России занимает большую, но населена она весьма и весьма не густо. Ты ещё про Северную Корею вспомни, и как там что преподносят. Давайте сейчас сделаем паузу. Я напомню, что в особом мнении сегодня выступает Артемий Троицкий. Свои вопросы вы можете присылать на номер плюс 7, 9, 8, 5, 970, 45, 45, а мы через несколько минут поговорим про борьбу с коррупцией, причём не только в России. Оставайтесь с нами. Реклама – это... Да, конечно. А что, уже новости, что ли? Нет, нет, это у нас уже 7 часов. Там перерыв на рекламу, потом перерыв на новости. Успей купить инновационный и динамичный кроссовер Opel Mokka по рекордно низкой цене. 5 часов, правда, теперь тоже. От 699 тысяч рублей. Кто успел, того и Opel. Предложение крайне ограничено. Подробности на Opel.ru. Тепленький. Вот, так что да, в 5 тоже 2 перерыва теперь. В среду слушайте программу «Дневной разворот». Эфир ведут Алексей Голубев и Евгений Бунтман. После 14 часов. Секундомер взяла, свисток взяла, бейсбольная бита возьму на всякий сумчий. Программа «Клинч». По средам после 20 часов. Аргументированный спор по чутким руководствам Татьяны Фельгенгауэр. Мнения, доводы и жесткий хронометраж. Кто выиграет в дискуссии, решать вам каждую среду в программе «Клинч». Это вроде нормально, вчера я ее видела. Робин Гуды с большой дороги. В программе 96 страниц представляем новый номер журнала «Дилетант». Эфир ведут Сергей Бунтман и Сергей Шаргунов. 96 страниц в четверг после 21 часа. Старший. Еще есть Паша. Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой. И это не это вообще. Совместно с агентством «Интерфакс». Далекте далек от нашей лавочки. Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов. В ночь с субботы на воскресенье наступает совершенно особое время. Ваше время. Вы и Александр Плющев. И так 3 часа. Почти сразу после полонача. У нас отработанная схема. Вам, листающим за постом, пост, лайкающим котиков всяких. Не для всех, это эксклюзивный, на самом деле. Лучше держите новостей в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте, актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше». Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Вам надо как-то собраться. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельденгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня Артемий Тройский. Про борьбу с коррупцией, как и обещали, следим мы уже несколько дней за тем, как развивается ситуация вокруг задержания, ареста главы Республики Коми Вячеслава Гайзера. И с ним еще 14 человек. В общем, всю верхушку региона заарестовали. Все там уже с коррупцией борются во всю. Да, всех Коми замели. Это же хорошо, наверное, надо похвалить Следственный комитет, который провел, но это настоящая спецоперация. Да, но непонятно, почему для этой спецоперации выбрали Республику Коми. Вот, скажем, когда проходят какие-то военные учения, ну, понятное дело, там, учение «Центр-2015». Выбрали для них, скажем, Белгородскую область. Но в данном случае это же не военное учение по борьбе с коррупцией. Борьба с коррупцией, по идее, должна вестись везде и сплошняком. Я думаю, что мало кто сомневается в том, что, как было сказано в бессмертном фильме «Бриллиантовая рука», на месте Гайслера, Гайслер, да? Немец, наверное, еврей. На месте Гайслера мог бы быть каждый. То есть это мог быть и Сыфтывкар, это мог быть и Павлодар, и Аренбург, и Нижний Новгород, и, ну, то есть, в общем... Пичам Гайзер его зовут, если что. Гайзер, всё, отлично, Гайзер. Гайзер, Вечеслав, да. Почти Камчатский. Значит, поэтому не очень понятно, почему именно он. То есть я не думаю, что в республике Коми коррупция отличалась какими-то особыми масштабами. Я не думаю, что она там отличалась каким-то особым цинизмом. Полагаю, что на самом деле у тамшнего губернатора или президента, если это республика, думаю, что у него просто с кем-то не сложились отношения. Скажем, с местным ФСБ, с местным следственным комитетом, с местным ещё кем-нибудь. И стали под него потихонечку копать. Стали копать, копали, копали год-два, я так понимаю, с 2011 года это дело находится в разработке. Ну и, разумеется, нарыть и накопать было очень и очень просто. Потому что то, что он делает... Ну, я смотрел там эти схемы, то есть по созданию всяких совместных предприятий, потом перевод этих совместных предприятий в офшор, потом, соответственно, как бы собственность на все эти предприятия становится частной, хотя они были созданы на государственные деньги. Это элементарная схема, которую знают все. То есть вот в учебнике для вороватых губернаторов и прочих управленцев Российской Федерации вот все вот эти офшорные схемы, они проходятся в учебнике первого класса. Поэтому всё это дело поднять, расследовать, указать, задокументировать и так далее было несложно. Но всё-таки губернатор... Ну и что? Губернатор, это... У нас этих губернаторов довольно... Довольно много, по всей видимости, ну раз это губернатор, они...